Здравствуйте. Тема сегодняшнего выпуска – это творчество британской блюзроковой группы Savoy Brown. Группа Savoy Brown изначально называлась Savoy Brown Blues Band. Группа была основана в Баттерсе на юго-западе Лондона в 1965 году. Группа Savoy Brown являлась, скажем так, основной частью блюзрокового движения конца 60-х годов в Англии. Группа никогда не добивалась статуса суперзвезды, но тем не менее всегда была уважаемой и очень уважаемой среди поклонников блюзрока. Группа выпустила более 40 альбомов. Британская группа Savoy Brown была наиболее популярна в США, где она свою популярность продвигала просто неимоверным количеством концертов. Группа действует до сих пор. И сегодня мы рассмотрим их путь развития, их творчество, их прекрасные альбомы, которые я купил для своей коллекции. Группа была образована гитаристом Кимом Симонсом и гитаристом Джоном О'Лири после случайной встречи в музыкальном магазине Transat Imports на Лайл Стрит в Сохо в 1965 году. Называя себя, группа объединила два слова, которые передают интересный баланс противоположных настроений и подходов. Слово Savoy пришло от американского блюзового лейбла Savoy Records, так как участники группы посчитали слово Savoy элегантным. Потом к нему добавили слово Brown, потому что посчитали его довольно простым и прекрасно сочетающимся с первым словом. Впоследствии жена Джона О'Лири, Валерий, утверждала, что слово сочетание Savoy Brown предложила именно она. Причем она об этом говорила в присутствии Кима Симонса, и Ким Симонс этому не возражал. Ну, понятно, что название группы все равно утверждала вся группа или ее основатели Ким Симонс и Джон О'Лири. В целом группа называла себя Savoy Brown Blues Band, чтобы выразить то, что они играют музыку, звучащую в стиле Чикаго Блюз. Ким Эд Симонс вспоминал, я основал группу с местными друзьями в 65-м году, репетируя в комнате наверху в пабе Nux Head в Баттеросе, Южный Лондон. В комнате была небольшая сцена, поэтому группа репетировала в условиях, близких к реальным, в зале. Потом группа открыла один из самых престижных блюз-клубов Лондона, Килл Ройс, в Баттеросе. Как вспоминал Симонс, когда я подумал, что мы уже готовы, то в 66-м году мы открыли двери, и по Лондону разлетелись наши листовки, а посещаемость выросла с шести человек в первые вечера до переполненного зала каждую неделю. Оттуда группа Совой Браун Блюзбенд, как их тогда называли, попала в такие всемирно известные заведения, как Клукс Клик и Марки. Как пионеры нового блюзового движения, Совой Браун предоставили платформу и другим новым группам из других регионов Великобритании. Среди них были 10 Years After, Jet Ratal, а эти группы выступали на разогреве у Совой Браун на блюзовом вечере в клубе Марки. В течение 66-го года группа уже начала выезжать из Лондона и выступать на более отдаленных площадках. К тому времени брат Кима Симонса, Гарри, уже руководил группой и организовывал концерты. Совой Браун стала первой британской группой, подписавшей контракт с лейблом «Пердах» продюсера Майка Вернона. Ким Симонс вспоминал, самый первый сингл, который я записал с группой Совой Браун, назывался «Трублю». Это был инструментал Билли Баттлера и Билла Догита. Это было первое, что я записал для «Перда» рекордс с группой Совой Браун. К началу 67-го года Совой Браун пришли к сделке с крупным лейблом «Дека». Симонс вспоминал, когда в 65-м году я основал блюзовую группу, я пошел против течения. Блюз мертв, говорили мне. Это после Rolling Stones, первого бума R&B в Великобритании. Но я все равно сделал это. И вот в 67-м году был еще больший бум. Бум британского блюза. Итак, вы не должны следовать за толпой. Если хотите добиться успеха, или по крайней мере большого успеха, вы должны следовать своим путем. Музыкальные критики исходились во мнении, что Совой Браун должна была стать коммерчески успешной супергруппой. Если бы не все кадровые изменения за эти годы. Всего 62 музыканта прошли через ряды Совой Браун. Плюс 17 приглашенных музыкантов, которые были с группой год и более. Бывшие участники Совой Браун сформировали знаменитую группу Foghead. И присоединились к таким группам, как Fleetwood Mac, Black Sabbath, Yes, UFO. Единственная постоянная фигура в группе Совой Браун на протяжении более 55 лет ее существования – это легендарный гитарист Ким Симмонс. Ким Симмонс рано увлекся музыкой. Он родился в 1947 году в Нью-Бридже, в Уэльсе. Это недалеко, к северу от Кардиффа. Ким был погружен в музыку с детства. Его первое знакомство с большой частью музыки, которая его вдохновляла, произошло через коллекцию пластинок его старшего брата Гарри. «Все началось с рок-н-ролла», – вспоминал Симмонс. Я помню, что самым первым синглом, который я когда-либо услышал, был «Край» – это было в 1952 или 1953 году. Барат Гарри постоянно проигрывал этот сингл на проигрывателе. Ким вспоминал, еще один способ открыть для себя новую музыку – это было кино. В 1950-е не было настоящих рок-н-ролльных туров, поэтому мой брат вводил меня посмотреть все рок-н-ролльные фильмы. Я вырос со всем этим – Литл Ричард, Билл Хейли и, конечно же, Элвис. К десяти годам Симмонс вместе с родителями и братом переехал в Лондон. «Я провел большую часть своих образовательных лет в центральной части Южного Лондона», – вспоминал Симмонс. В то время в Англии стал популярен блюз. Блюзовые пластинки можно было купить в джазовых магазинах. Симмонс купил свою первую гитару, когда ему было 13 лет. Это была акустика. Он накопил деньги, чтобы купить инструмент по почте. «Я как-то быстро понял, что есть разница между акустикой и электрикой», – вспоминал Симмонс. «Если я хочу научиться играть на электрогитаре, мне лучше сразу переключиться». Вскоре он купил электрическую гитару «Хофнер». «У меня должен был быть какой-то небольшой усилитель», – вспоминает он. Я не знаю, может, это было какое-то радио или что-то в этом роде. Ким быстро владел гитарой. В 15-ти годах Симмонс уже сам покупал пластинки, отваживался самостоятельно посещать лондонские роковые клубы. Он открыл для себя блюз в чикагском стиле и понял, что это то музыкальное направление, которым он хочет заниматься. «Именно стиль чикагского блюза привел меня туда, где я сейчас нахожусь», – говорил Симмонс. Он позже рассказывал, что наибольшее влияние на него оказали гитарист Билли Батлер, игравший в 50-х, и джазовый гитарист Гранд Грин. Симмонсу было всего 17 лет, когда он собрал самый ранний состав группы «Совой Браун». «Мне было 18, когда я записал первые синглы, и 19, когда я записал первый альбом», – вспоминает Ким. До создания группы у него, на удивление, было очень мало музыкального опыта. «На самом деле ничего», – говорит Симмонс. «Я играл на инструментах, но никогда не играл в группе или что-то в этом роде». Первоначальный состав группы «Совой Браун» входили певец Брайс Портиус, клавишник Тревор Дживанс, басист Рэй Чеппелл, барабанщик Лео Мэннингс и гармонист Джон О'Лири. О'Лири появился вместе с группой на ее первоначальных записях для лейбла «Перрадах» Майка Вернона. Портиус был одним из первых чернокожих блюзовых музыкантов, которые стали частью британской рок-группы. Вскоре после присоединения в 1967 году к группе Мартина Стоуна О'Лири покинул группу из-за спора с менеджером Гарри Симмонсом. Вот в таком составе без О'Лири группа записала свой первый дебютный альбом, который вышел в 1967 году. Альбом назывался «Шейкдаун». Это был сборник блюзовых каверов. Все треки здесь, кроме инструментальных, это фантастические каверы на классику блюза Джона Ли Хукера, Фентона Робинсона, Биби Кинга и Уилли Диксона. Альбом никогда не выпускался в США, но попадал туда в качестве импорта. Это замечательно сыгранный блюзовый альбом. Это сплошной блюзрок, отчасти тяжелый, но всегда неизменно хороший. Это сырой непосредственный альбом жесткого блюза и блюзрока с мощными басовыми партиями, множеством гитарных соло, фортепиано и мощных ударных. Это единственный релиз с первоначальным оригинальным составом группы. Некоторые фанаты группы считают, что этот альбом самый сильный у группы Савой Браун. Вот если вам нравится британский блюз в духе раннего Fleetwood Mac, Джона Мэйла или Chicken Shake, то этот альбом вам должен понравиться. Я, к сожалению, не купил этот альбом для своей коллекции. После выхода дебютного альбома группы Савой Браун в группе произошли серьезные кадровые изменения. Собственно говоря, ушли все из группы, кроме Кима Симонса и Боба Холла. В группу был набран новый состав. Среди них были вокалист Крис Юлден, гитарист и вокалист Лонсом Дэйв Певерит, басист Риверс Джоуп, впоследствии на его месте появился Стивенс, и барбанщик Роджер Эрл. Этот состав записал два альбома в 1968 году. Это Getting to the Point альбом и альбом Blue Matter. Вот эти альбомы продемонстрировали просто прекрасный рост Криса Юлдена как автора песен и вокалиста вместе с Симонсом. В 1968 году выходит второй студийный альбом группы Савой Браун под названием Getting to the Point. В моей коллекции этот альбом представлен оригиналом, выпущенным в США. В Великобритании, Германии, Новой Зеландии и Австралии альбом выходил с другой обложкой, нежели в США и Канаде. Getting to the Point стал продолжением дебютного альбома, демонстрируя прямолинейный блюз. На альбоме были два кавера, а остальные треки – это собственные композиции группы, которые хорошо гармонировали с каверами блюзовых стандартов, которым Савой Браун придавали новое звучание. Основными авторами песен группы были Симонс и Юлден. Прекрасный вокал Юлдена часто имитирует Биби Кинга и Мадди Вотраса. Замечательный альбом группы Getting to the Point считается фанатами одним из самых недооцененных. Альбом начинается и завершается чистым блюзом, который сочетается с эклектичной смесью рока и буги-вуги. Рояль Боба Холла действительно задает настроение для альбома и сильно отличает его от других записей Савой Браун. Отличная работа соло-гитара Кима Симонса. На этом альбоме присутствует смесь легких и тяжелых блюзовых композиций с одним хард-блюз-роковым треком. Поклонникам блюз-рока очень рекомендую приобрести этот альбом, так как его можно считать одним из образцов блюз-рока в британском стиле. Свой третий студийный альбом группа Савой Браун выпускает в 1969 году. Этот альбом представлен в моей коллекции экземпляром, выпущенным уже в качестве переиздания в 2013 году в Великобритании. Объединившись еще раз с продюсером Майком Верноном, группа еще больше экспериментирует в рамках блюза на этом альбоме. А на нескольких треках звучит пианино в исполнении Боба Холла. Мы слышим отличную игру гитариста Кима Симмонса и вокалиста Криса Йолдена, который также играет здесь на гитаре и на тромбоне. На этом альбоме присутствует сочетание концертных и студийных записей. Первоначально планировали записать только студийные треки, но у группы приближался срок запланированного концертного турне в США, и группа не успевала записать все треки в студии, и тогда решили добавить в альбом концертные треки. Три концертных трека были записаны 6 декабря 1968 года в ныне уже несуществующем городке Лейстер, College of Education. Бронирование зала в колледже для выступления стало их единственным шансом записать дополнительные треки на концерте, прежде чем приступить к турне. Предложение дать бесплатный концерт было принято Крисом Грином, социальным секретарем колледжа, и концерт был записан надлежащим образом. Так как Крис Юлден страдал от анзелита, Дэйв Певерит отработал здесь в качестве ведущего вокалиста на концертных треках. Студийный трек Wicksburg Blues с этого альбома впервые появился на второй стороне сингла, выпущенного лейблом DECA в июне 1968 года. Концертные треки этого альбома отлично записаны и звучат даже лучше, чем некоторые студийные треки. Кроме оригинальных песен группы, на альбоме есть и блестящие каверы. К примеру, песня Don't Turn Me From Your Door Джона Лихукера. Также одна песня Мадди Уотерса и песня Мэла Лондона. Я не слушал оригинал этого альбома. Говорят, на нем уровень звука действительно низкий, и вам нужно увеличивать громкость усилителя, чтобы услышать даже какие-то слабые звуки. Я купил переиздание. Сильная гитара Кима Симмонса и солидный вокал харизматичного певца Криса Юлдена делают этот альбом действительно потрясающим. Этот альбом является собой заметное улучшение по сравнению с предыдущим альбомом группы Gage to the Point. Blue Matter – более рок-ориентированный альбом. Безусловно, выдающийся трек фирменной песни группы на этом альбоме – это Train to the Nowhere. Tolling Bells – это также превосходный трек. Лучшая часть альбома, по мнению фанатов группы, содержится в трех концертных треках, завершающих альбом. В общем, они длятся 23 минуты. На треке Louisiana Blues группа становится тяжелее, а ударные Роджера Эрла заставляют их двигаться вперед, прежде чем солисты приступят к работе. Трек It Hurts Me Too завершает альбом медленным, красивым блюзом. Альбом Blue Matter на сегодня считается классикой блюз-рока. В том же 1969 году был выпущен четвертый альбом группы под названием Step Feather на шаг дальше в переводе. Этот альбом представлен моей коллекцией оригиналом, выпущенным в США. Альбом Step Feather вышел летом 1969 года на лейбле Decca в Великобритании и на лейбле Parrot в США. В 1969 году Савва Барана развела, ну, такую-то, довольно-таки бурную деятельность, начав в январе с 10-недельного турне по США. Они играли на обоих побережьях Америки. Филмор Исте, Нью-Йорк и Филмор Вест, Сан-Франциско, в Чикаго. И, что было особенно важно для них, в Детройте. На самом первом концерте на американской земле их встретили довольно-таки прохладно. Это было в небольшом, но известном юргском клубе под названием «Сцена». На сцене этого клуба выступали такие знаменитости, как Джимми Хендрикс, Джим Моррисон, Джанис Джоплин и другие. Группа была здесь принята не без снобизма. Ну как же, понаехали тут всякие британцы играть наш родной блюз. Савва и Браун привыкли выступать в США в том, чем ходили на улице. Старо-потертые джинсы. Но вот после концерта в Нью-Йоркском клубе «Сцена» они решили оживить свой сценический имидж. Фронтмен и главный вокалист группы Крис Йолден стал выступать, надев на себя высокий цилиндр и с толстой сигарой во рту, в вельветовых штанах и черно-меховой шубе. Вот как он изображен на обложке этого альбома. В общем, концертный тур по США прошел у группы более чем удачно. И группа обрела для себя немало поклонников в Соединенных Штатах. Фотография на внутреннем развороте альбома «Estep Feather» сделана на выступлении в Детройте. Летом того же 1969 года Савва и Браун по горячим следам успеха первого концертного тура снова отправились выступать в США. Как и предыдущий альбом группы «Blue Matter», альбом «На шаг дальше» записан по той же схеме. Одна сторона – это студийная запись, другая сторона – это концертная запись. И на альбоме «Estep Feather» появился новый басист – Тони Стивенс. Клавишник Боб Холл также участвовал в записи этого альбома. Но кроме рядового состава группы, в записи этого альбома приняла участие дополнительная группа музыкантов. Поэтому студийная сторона альбома «Estep Feather» богата оркестровыми аранжировками. К примеру, в песне «Ожидаю бамбуковые рощи» и в песне «Где я» задействованы несколько, по двое, по трое, трубачей, саксофонистов, тромбонистов, а также специалистов по флюгельхорну. Это такой медный духовой музыкальный инструмент, внешне очень напоминает кларнет. На этом инструменте исполняли особо нежные фрагменты. А вот в треке «Жизнь – это одна актовая пьеса», кроме духовой секции, играет и мощная струнная секция, состоящая из скрипок и виланчелей. Только два трека на студийной стороне – заводные ритм-энд-блюзы. Это песня «Я принял решение» и песня «Я устал». Эти песни записаны традиционным составом инструментов. Песня «I'm tired» стала первым американским хитом группы в конце 1969 года. Успех, который убедил участников группы в том, что их будущее лежит именно в США. Вторую сторону альбома «Савебранд» записали вживую в клубе «The Cooks Ferry Inn». Это был старейший лондонский клуб джаза, открывшийся еще в 1946 году, но в конце 60-х в него уже перебрались многие любители блюза. И там можно было в довольно-таки кулуарной обстановке посмотреть и послушать живем Лед Зепплин, Тенниер Сафта, Мотвей Хуппл и других монстров британского блюзрока. Вторая концертная сторона альбома соединяет в единое попуги блюзовый и ритм-блюзовые стандарты. Все это назвали «Савой Браун Буги». Журнал Melody Maker базовал это попуги замечательным занудным, построенным на одном рифе. Отличный джим с длинным зацикливанием пару раз на одной ноте. Ким Симмонс говорил по поводу этого альбома. Я думаю, последний альбом «A Step Fever» удивил многих, поскольку оказался намного тяжелее по звучанию, чем все, что мы записывали ранее. А трек «I'm Tired», который был выпущен в США в качестве сингла, получил весьма хороший успех, поднявшись на 74-е место в чарте синглов «Билборд». В Канаде этот сингл поднялся на 6-е место в чарте. Журнал Rolling Stone похвалил чудесный вокал Йолдена и неотразимый ритм песни. «I'm Tired» – это песня о том, как научиться быть самим собой и не соответствовать представлениям других о том, кем, по их мнению, ты должен быть. Для подростков и молодых людей, которые составляли большую часть аудитории группы и большую часть аудитории, которые покупали пластинки в 70-х годах, песня обращалась к их собственным проблемам в жизни по правилам других людей. Ну, то, что им диктовали родители, учителя, начальники там на работе. Это не тот мир, в который они хотят вписаться. Как они комментируют, я не собираюсь идти на уступки. В обществе есть люди, которые сетуют на людей, которые отличаются от других и которым нелегко вписаться в формы и роли, предлагаемые обществом. В ответ на эту жалобу Савой Браун утверждает, что было бы хуже, если бы мы все были одинаковы. У всех был бы один цвет глаз, одна кожа, акцент, кухня, музыкальные вкусы, чувства моды, политика, религия, прически. Мир, в котором мы живем, будет населен виртуальными дубликатами. Мы все смогли бы закончить предложение друг друга. Для Савой Браун быть одинаковым для всех было бы очень и очень скучно, по сути, утомительно. Трек «Я устал» был музыкальным аргументом в пользу разнообразия. Выход альбома «A Stepfather» был приурочен к очередному американскому турне группы Савой Браун, которая стартовала 17 июня и продолжалась 4 месяца. Эти гастроли только закрепили успех группы в Америке. На конверте альбома продюсер группы Майк Вернон написал, что группа хотела бы записать концертную сторону в Детройте, но, может быть, это когда-нибудь и случится. Детройтские фанаты блюзы оценили группу, и Савой Браун стали там величайшими британскими исполнителями после группы Крим.